Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 ноября. У меня в Сибирском регионе минус 28 было утром. Продолжаем нашу огородную азбуку. Изучать некоторые вопросы приходится очень подробно. И сейчас вот этот видеоролик будет ответ на вопрос, пришедший ко мне от зрительницы на канал YouTube. Елена Кудрявцева спрашивает, можно ли сорта со снежными названиями выращивать в теплице? Они пчелоопыляемые или нет? И кто более опытный огородник, судя по этому вопросу, уже может понять, что это конечно начинающий, что это новичок. Если звучит уже даже вопрос о пчелоопыляемости сортов, ясно, что такой человек, который только начинает, он ни о каком правильном подборе сорта в теплицу не может самостоятельно, наверное, в первый раз решить. И сразу скажу, что почему был задан вопрос? Потому что некоторые люди боятся, ну самые новички, что высадив томаты в теплицу, куда не могут попасть пчелы, у них плодов не будет. Значит, какая-то часть наших огородников все-таки до сих пор думает, что есть томаты пчелоопыляемые и не пчелоопыляемые, и самоопыляемые, так же как по типу огурцов. Я сразу скажу, что томаты от опыления в чоу, они вообще совершенно не зависят, это все самоопыляемые растения, и у них так строение цветка устроено, что пыльца с пыльников падает на рыльца. Ну там я не буду углубляться, то оплодотворение происходит, томат сам себя оплодотворяет. Хотела сказать удовлетворяет, но это неправильно. Ну вот, раз он сам себя оплодотворяет, значит повторю еще раз, что в теплицах можно выращивать любые томаты. Вопрос только будет состоять в том, дадут ли они там весь урожай, который они могут отдать. То есть томаты для открытого грунта, если мы поместим в теплицу, хорошо ли им там будет. И вот тема нашего этого видео, хорошо ли томатам будет в теплице со снежными названиями. То есть те, которые изначально как придумывались, изобретались, выводились для холодных условий. Потому что у нас холодных регионов намного больше, чем теплых. И больше это спрос на томаты, которые могут вызреть в открытом грунте в холодных условиях. Именно когда лето короткое, когда весна поздняя и с заморозками, то есть долго тепла нет. А осень быстро приходит и рано заморозки. Вот как у нас в сибирском регионе, у нас май заморозок может быть минус 7, минус 8, даже до 10 июня. И в сентябре у нас могут быть первые возвратные заморозки. Почему я так подробно объясняю? Потому что хочу я донести до людей, что те томаты, которые на протяжении многих-многих лет люди работают, адаптируют к нашему климату. Адаптируют, адаптируют, адаптируют. В них они закладывают именно те свойства, которые помогают им выживать на улице. Вот те же самые снежные названия. Аляска, таймыр, метелица, подснежник, полюс. Само собой говорит о том, что на улице они выживут. Какая бы ни была там погода, аляска это или таймыр, эти томаты можно вырастить без применения теплицы. То есть в открытом грунте, я уже про них говорила несколько раз и еще раз повторю. Если даже они подмерзнут немного, листики, они хорошо обрастают. Ну, они загущенные посадки выдерживают. Вот три растения на один квадратный метр можно высадить. Можно их выращивать без дополнительных усилий, то есть не подвязывая, не посынкуя. Естественно, конечно, они не бифтоматы. Это вот такие, ну, 100 метелица до 200 грамм может быть. Все равно можно вырастить на первых кистях, на нижних, вот такие хорошие плоды. Подробно я о них описала. Вот. Что же будет, если их все-таки принудительно посадить в теплицу? Ничего страшного не случится. Я никогда не высаживала эти томаты в теплицу, не выращивала. Но после того, как каждый год одно и то же спрашивают, как они будут вести себя в теплице, как они будут вести себя в теплице, я все-таки в прошлом году таймыр специально именно вот для этих, для исследовательских целей, целей поместила таймыр и было, ну, неважно, пусть будет полюс. Таймыр знаю точно, что он немножко там страдал у меня в теплице. Вот я их высадила в теплицу. Конечно, мы это делаем для чего? Для получения раннего урожая. Это же не, как сказать, не такие, если у вас есть в теплице, вы, конечно, можете такие крупные мясистые посадить. А если вы высаживаете в теплице вот такой, как таймыр, естественно, наверное, у вас мысль получить ранний урожай. Но сразу скажу, что в теплице таймыру не очень нравится, и многим его собратьям вот этим в теплице тоже не нравится. Но опять же, почему? Только потому, что его уже готовили к холодному климату, его готовили вот таким условием, более прохладным, там он чувствует себя хорошо, там у него много, у него такие большие. И у меня было вот в прошлом году возможность была сравнить все-таки в теплице и на улице, как они ведут в одно и то же лето при одних и тех же погодных условиях. В теплице отстал, и не только отстал, а с ним случилась такая метаморфоза, сейчас расскажу. В открытом грунте он вырос, как обычно, ну 40-50 сантиметров, он же такой толстоногий, он кряжистый, у него такие толстые мясистые листья, такие плоды, ну 120-150 грамм, может быть, самые крупные, обычно 100 граммовки. Он вот наформировал вот эти кисти, все, они прекрасно завязались, они прекрасно вызрели. В это время его брат таймыр в теплице, он начал, поместив его вот в такие благоприятные условия, он, возможно, не понял, откуда счастье такое привалило, ну вы что, тепло, светло, никакого холода, он начал разрастаться, он начал наращивать вот эту свою зеленую массу. Я таких таймыров в жизни не видала, они же всегда компактные, все они детерминатные, они высоко не растут. Этот таймыр вымахал до метра, и каждый вот этот вот его отросток, он старался занять как можно больше времени, он так зацвел, он был весь в цветах, я думала, ну теперь у меня будет такое томатное дерево, все вот в таких плодах, и что вы думаете? В этот год в теплице у меня было, можно сказать, как таймыр черри. Вот эти все цветы, они все буквально оплодотворились, не было ни засохших, никаких сильно, то есть завязываемость в теплице у него нормальная. Но плоды выросли крошечные, ну самый большой был 50, наверное, грамм, 20, 30, 50. И можно сказать, что в тот год я вывела новый сорт томата, потому что на таймыр он был совсем не похож. Я вот как это, как вишни, пришла с тарелочкой, как вишни, их все я выбрала в одну чашку. Весь урожай вместился у меня в одной вот такой плошечке, не знаю, даже не взвешивала я, потому что это издевательство, зачем вешать, и что-то, это не рекорд, ничего. Но я хочу вас всех предупредить, еще было у меня лето очень жаркое в том году, и я томаты сильно не поливаю в теплице, чтобы там не возникало всякой плесени, сырости, фитофторы, чтобы не было. И вот он в таком жарком, сухом климате, он видоизменился, и видоизменился в плохую сторону. Поэтому я хочу всех предупредить, возможно, это только таймыр так себя ведет. Другие сорта я испытывать не стала, потому что, понимаете, занимать место в теплице, высаживать целый ряд разных сортов, чтобы увидеть, потом черри вот такие собрать, я, конечно, не буду. Я поняла одно, ну это как поговорка, где родился, там и пригодился. Раз он рожден для холодных условий, для открытого грунта, не нужно, наверное, его туда заталкивать в теплицу принудительно, издеваться над ним, мучить вот этим повышением температуры. Там температура была плюс 35, а на улице в это время у нас 15, 17, 20, разница очень большая. И вот он показал себя так. И отвечая вот на вопрос Елены, можно ли высаживать сорта со снежными названиями в теплицу, пшелопыляемые они или нет, высаживать, конечно, можно. Ну, большинство огородников от отзыва, я читаю, они говорят, что если томат для открытого грунта, то в теплице у него урожайность понижается. Пусть он не будет вот такой, как у меня, даже пусть он будет не черри, он вырастет, может быть, плоды нормальные. Но в открытом грунте, вот на воле, на свободе эти томаты, они, как я их считаю, полудикими, потому что мы же за ними почти не ухаживаем. Вот, например, вот за этими, они все толстоногие, я их почти никогда не посынкую, до первой цветочной кисти удаляю листики, и все, чтобы там проветривалось. И все-таки на улице им лучше, вот это мое мнение. Но я спорить не буду, потому что я никогда не считаю, что мое мнение это единственное верное, никогда не высаживайте. Я сама высаживаю и вот этот демидов, который тоже для открытого грунта в теплицу, и Настенька, которая тоже далеко не тепличная. Но я скажу так, что в открытом грунте, мне кажется, даже вот эти демидов и Настенька, они все равно чувствуют себя лучше, почему-то. Потому что для теплицы есть особо такие нежные сорта, индотерминатные, которые там всегда дают стабильно хороший урожай. А если томат способен давать урожай в открытом грунте, то может быть лучше его высаживать в открытом грунте. Ну, опять же говорю, пробуйте, экспериментируйте. Может быть вы найдете такой сорт универсальный, который для открытого грунта, но который в теплице дает очень хороший урожай. Я вот сейчас напомню вам, я говорила два года назад, не в этом году, а в позапрошлом. О томате, о крупноплодном, бердский крупный. Он такой, примерно как любимый праздник. Он тоже такой невысокий, плоды крупные, он очень такой урожайный. Ну, про него сразу написано, даже производитель сразу указывает нам, что эти томаты, хотя они крупные, хотя они вот такие мясистые, они выведены для выращивания в открытом грунте. Они прекрасно там вызревают, у них укороченный срок созревания. Они идеальны для сибирского региона. Наверное, поэтому он и называется бердский крупный, потому что в Новосибирской области есть город Бердск. Это вот все наши сибирские томаты. Сейчас очень много томатов, которые можно вырастить в открытом грунте без применения теплицы. Но я не буду удлинять видеоролик. Вот это именно про снежные названия. Про томаты со снежными названиями, про холодостойкие, которые даже некоторые морозоустойчивые, что они дают лучший результат на улице. Следующая тема видеоролика будет про формирование, потому что, несмотря на то, что зима, многие летом все-таки не успевают ни посмотреть видео, ни намотать все это на ус. И сейчас опять пошел интерес, как удалять все-таки листья, когда начинать, нужно ли удалять листья, как формировать, во сколько стволов. Следующее видео будет как раз о формировании томатов. Это очень важная тема. Я уже про себя подумала, посмеялась. Я сажусь сюда, и какую бы тему я начала, я всегда говорю, это очень важная тема. И я так для себя определила, что в огороде нет неважных тем. Как заготовить грунт, это очень важная тема. Я всегда так говорю потом. Как сделать семена самим, это очень важная тема. Как посеять, очень важная тема. Вот как формировать, очень важная тема. как потом рассортировать, чтобы хранить долго, это тоже важная тема, ну вот по моим понятиям, ой, летняя муха летает, тема томатов, каждая мелочь очень важна, если вы все это будете знать, это не обязательно как-то все запоминать, систематизировать, один раз услышав, вы уже потом сами, выйдя в огород, будете делать это все на автомате, не надо будет потом перечитывать снова литературу, вот у меня так, если я прочитала какую-то статью, выйдя в огород и что-то делая, уже там же отложилась какая-то информация, уже делаешь так, как нужно, ну все, до свидания, а то я сейчас, я говорю, что меня нужно останавливать, болтушка.